Анастасия Кузнецова 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 Женщина, которая чуть ли не пенсию свою откладывала, у нее была мечта, она приехала, и она взошла успешно. И вот ее восхождение занесено в книгу рекордов Гиннесса. То есть это такая мотивация очень мощная. Некоторые у нас расчетывают эту фотографию и вешают перед собой, что все возможно, что нет ничего невозможного. Дальше. Вот мы решили пойти на гору и думаем, что дальше. Начинаем собирать информацию. Я вам сейчас быстренько про все то, что обычно ищут, расскажу. Во-первых, сезонность, когда надо идти. Килиманджаро — вершина, которая расположена 300 км южнее экватора. То есть вроде бы климат с одной стороны экваториальный почти всегда одинаковый. То есть ходить можно практически всегда, но есть нюанс. Есть влажные сезоны. Я бы заведомо не рекомендовала идти в апреле месяце, это сезон длинных дождей, и вторая половина ноября, начало декабря. То есть в принципе взойти можно. Вы туда придете, вы взойдете на горы, совершите восхождение. Но, скорее всего, будут дожди, будет не так комфортно, и самое главное, не так красиво. Вы не видите все, что вокруг, и даже можете все время быть в тумане, и вершину вообще не видеть в принципе. Бывает, у нас люди пошли в ноябре, знали, что дожди, но другое время не можем. Было чудо, что гора открылась 15 минут, и мы такие, вау, куда мы идем. А так в дожде, в тумане можно взойти, но удовольствие, конечно, особого не испытаешь. Поэтому лучше, конечно, выбирать сезоны более такие сухие. Самый сезон считается высоким, это февраль, в принципе, что он считается самый высокий, самая устойчивая погода, там лето. Вроде бы не должно отличаться лето и зима, потому что экватор. Тем не менее, есть различия. То есть самое комфортное время — это наша зима. То есть можно спокойно взять себе на зиму запланировать отпуск, к лету привезти здесь, в приятной обстановке, в Москве где-то рядом, а зимой поехать на Килиманджаре, это будет самый лучший там сезон. Либо, если ты едешь в наше лето, там тоже сухой сезон, устойчивая погода, но снизу уже холоднее, даже когда ты приезжаешь непосредственно к подножью, там может быть холоднее, чем у нас здесь летом. То есть здесь может быть 25 градусов, ты приехал туда, снизу уже 20, шорты ты уже не одеваешь, и чем выше, тем, соответственно, холоднее. То есть почти все я еду в Африку, там будет тепло в любом случае, это все не так готовится, нужно основательно, в том числе с точки зрения снаряжения. Перелеты, они все, можно долететь с одной пересадкой, 5 авиакомпаний, через Стамбул турецкие авиалинии, КЛЭМ через Амстердам, Катарский через Дохов, Лайд Дубай стал летать. То есть рейсов много, можно выбрать, собственно, достаточный вариант, который вам удобный. Сейчас по поводу Танзании, раз уж мы начали говорить, вроде бы все страны там закрыты, невозможно вылететь. Танзания официально открыта с 1 июня этого года и, в принципе, ждет всех гостей. Пожалуйста, то есть, в принципе, можно ехать уже при желании прямо сейчас. Валюты местные, танзанийские шиллинги, но можно на эту тему сильно как бы не думать. Берешь с собой мелкие наличные доллары и на горе какие-то там чаевые, местные сувениры в местных лавках, ты можешь прям не меняя рассчитываться долларами. Ну, то есть надо иметь с собой запас заличных. Прививки – специальные медицинские препараты. Есть информация, когда начинаешь читать информацию про Килиманджаро, там всплывает информация, что вот нужно сделать прививку от желтой лихорадки, что там малярия. Там начинаешь читать, и прям как-то какие-то слова такие страшные, уже вроде думаешь, ехать или не ехать. В принципе, это уже не слишком актуальная информация. Я даже думала, может быть, убрать из программы. Хотя я понимаю, что пускай лучше будешь знать, что это значит. Кто-то тебя спросит про малярию. А если ты к этому не будешь готов, то могут возникнуть вопросы. Прививки. В принципе, раньше рекомендовали делать прививку от желтой лихорадки. Причем в Танзании желтой лихорадки нет. И они это делали для того, чтобы подстраховаться самим. Один случай был когда-то в соседней стране, в Кении, зарегистрирован лет 30 назад. И они, чтобы к ним не привезли это заболевание, просили на границе показать сертификат. Но мы, россияне, если мы летим, а не пересекаем наземную границу, имеем право прилететь в аэропорт Килиманджаро, не имея такого сертификата, потому что такого заболевания в принципе нет. То есть просто прилетаешь в аэропорт, там что-то спрашивают у людей. Ты думаешь, что спрашиваешь, у меня нет, начинаешь волноваться. Нет необходимости волноваться, нужно просто сохранять посадочные талоны, что ты прилетел из Москвы. Дальше рекомендует Минздрав принимать препараты от малярии. Малярия в Танзании, она в принципе есть в этом регионе. Но мы летим в горный район, в горах, встретить вероятность маляриного комара 0,01%. Эти препараты, во-первых, их у нас тяжело купить, заказывать только нужно специально. Потом они дорогие. И в-третьих, возможно, самый главный такой аргумент, от них очень много побочных эффектов. И они не дают стопроцентной гарантии защиты. Поэтому смысл их… Это как, допустим, ты принимаешь антибиотики, чтобы не заболеть. То есть пока ты их пьешь, ты, возможно, не заболеешь. Но как только ты перестал, там может чистить все что угодно. Поэтому принимать их особого смысла нет. Но если хочешь перестраховаться, прилетел в страну, в местную аптеку купить за 5 долларов препарат «Картем» и с собой уже привез на всякий случай. Вдруг, если что-то, то препарат уже будет при тебе рядом. Тебе не нужно думать о чем-то, где искать, что и как. Дальше. Техническая сложность. Вот это сама вершина. Она кажется… Она кажется неприступной какой-то, вообще невозможно на нее взойти. Но, тем не менее, это возможно. Она не представляет технической сложности себя никакой. То есть там не нужно специальные альпинистские умения. Не нужно уметь пользоваться ледорубом, ходить в кошках, в связках. Этого ничего не нужно. На Килиманджаро, на самую высокую вершину, Пикухуру называется. Вот он, если посмотреть, вот эта вот точка, самая высокая вершина, Пикухуру, на Суахиле означает Пик Свободы, туда вы зайдете просто по тропе. И специальное снаряжение, которое вам понадобится, только трекинговые палки. Но нельзя недооценивать, и сложность, с которой вы столкнетесь, это высота. Почти 6 тысяч километров высота. Причем, если вы ни разу не были в горах до этого, никогда не узнаешь заранее, как себя пойдет организм. То есть бывают люди такие физически крепкие, бегают марафоны, приплывают Ла-Манш, поднимаются небольшой высотой, не переносит и все, какая бы ни была акклиматизация. Но, как правило, в среднем любой человек с правильной акклиматизацией может зайти на Килиманджаро. Дальше. Килиманджаро, видите, конус, и здесь можно зайти на него с разных сторон. Есть много разных маршрутов. Когда начинаешь читать информацию, первый раз, там такие названия африканские, первый раз видишь, не понимаешь, что это такое, по какому идти, по какому не идти, какие плюсы, какие минусы, такой объем информации, что ты начинаешь в нем теряться. Но выбор маршрут — это очень ответственное дело, и к нему нужно отнестись прям серьезно. В принципе, либо можно просто довериться профессионалам, которые узнают вашу подготовку, ваш опыт, подберут вам маршрут. Либо я немножко расскажу, чтобы вы понимали, чтобы вы шли по маршруту и знали, почему вы идете именно по нему, и знали, что да, я правильно делаю. То есть шли с таким пониманием того, что все хорошо и правильно. Снаряжение. Вот встречается такое мнение, вот Африка, люди едут в Африку, в любом случае, хоть бы даже гора, там будет жарко, я там зайду в кедах, спальник мне теплый не нужен, пуховка не нужна. Это все вообще неправильно. Все снаряжение нужно примерно такое, как на Эльбруссе, то есть нужна полностью и пуховая куртка, там Гортекс, про снаряжение тоже более подробно расскажу, и ботинки. То есть ничего нельзя забывать, нужно брать, наоборот, вещи даже с запасом. Ничего лишним не будет. Высотная поясность. Уникальное такое явление, что она стоит у экватора, и там вначале идет экваторальный лес, потом меняются и меняются и меняются природные зоны, и заканчиваются уже зоны арктического пустыни. То есть это можно сопоставить с путешествием, которое вы совершили бы от экватора до Северного полюса, только там не за полгода, а за несколько дней. То есть поднимаясь на Килиманджаро, вы пересекаете все природные зоны. Ну и безопасность в горах. Эта гора одна из самых популярных вершин вообще в мире. Там очень много восхождений, сервис уже налажен, все схемы налажены, эвакуации, и оказание медицинской помощи, и самого этого восхождения уже знают, насколько отработано, что это одна из самых безопасных гор сейчас. Вот такая красивая картинка. Возможно, к ней мы еще вернемся позже. И в целом хочу сказать, что вулкан Килиманджаро состоит из нескольких массивов. Один вот здесь такой ширы, который не влез сюда. Это массив Киба, основной, на котором восходится. Это массив Мавензи, тоже бывший вулкан, который уже вот такой разрушенный, такими осупными склонами. Вот мы дошли до маршрутов. Их, как вы видите, много. Все красные линии — это маршруты. Есть маршруты, которые с юга идут, маршруты идут с запада, маршрут с северный Рангай. Ну, ходит, допустим, маршрутов там шесть, ходит, может быть, там по двум-трем. Прилетает, когда в аэропорт Килиманджаро, потом переезжает город такой Моши, который находится к югу от конуса, где-то вот здесь вот. И дальше выезжают в основном либо по маршруту Морангу-Рут. Вот он, Морангу-Рут. Он еще называется в Европе, они называют его не Морангу, а Кока-Кола. Они считают его самым таким легким прогулочным маршрутом. С одной стороны, это вроде бы так. Он довольно пологий, без резких наборов высоты, но у него тоже есть нюансы. Второй маршрут по популярности, вот этот вот Мочами такой, вот он уже более длинный, он называет его Виски-Рут. Еще очень люди, некоторые любят, когда маршрут Морангу соединяется с Мочами, то есть Виски соединяется с Колой, можно там отметить это дело, где соединяются два маршрута. Морангу — единственный маршрут, на котором построены горные хижины, домики. То есть те, кто никогда не жил в палатках, прошу прощения, и не хотят, просто их пугают, когда мы хотим что-то такое приличное, то можно подняться по маршруту Морангу. Но из-за того, что ты ночуешь в домиках, ты к нему привязан, получается, что ты поднимаешься по этому маршруту, вот сюда потом находишь до высшей точки, и спускаться ты должен по этому же самому маршруту, потому что ночуешь в домиках. И он самый короткий, за него можно взойти за самое короткое время. Пять дней на горе — это самое минимальное время, за которое можно подняться и спуститься на Килиманджар. Что-то я сюда нажимаю. Но если вы идете в горы, в первый раз у вас нет горного опыта, ни в коем случае нельзя выбирать самый короткий маршрут по той простой причине, что вам просто не хватит акклиматизации. Там набор высоты идет где-то по километру в день. Километр в день каждый раз вы набираете. И получается, что первую ночь вы ночуете на 1800. Давайте сейчас мы пройдем по маршрутам. Вот у нас марангу, по которому ходят в основном мочами. Эти два маршрута умбе в века, но их используют в основном как спусковые маршруты, потому что они крутые. И вот этот используют маршрут лимошек, который сейчас вошел больше в моду, его стали больше рекламировать, но у него очень много нюансов, я про них вам расскажу. Вот здесь у нас уже так более подробно с высотами. Идут маршруты. Вот приезжаем. Во-первых, это верхняя граница леса, и все маршруты, первый день по всем маршрутам, по которым он мне пошел, вы поднимаетесь по экваториальному лесу. Вот они хижины, все расположены, как правило, на верхней границе леса. Вот здесь набрали, допустим, километр, по высоте 2700. Вот дальше мы поднимаемся, хоромба. И вот спортивная версия маршрута либо на следующий день идут дальше, в штурмовой лагерь Киба, и потом уже штурмуют, либо, если уж идти, и вы идете в первый раз, то обязательно нужно брать дополнительный день акклиматизации в хижине хоромба. То есть получается, что вы пришли на 3800, заночевали там, потом походили, погуляли, поднялись там до зебра Рокса, скалы полосатые, черно-белые, на самом деле очень похожие на зебру, спустились, переночевали вторую ночь, акклиматизировались, привыкли к высоте, дальше уже поднялись в штурмовый лагерь, только после этого штурмуете. Вот это самая минимальная версия, по которой можно подниматься, если нет опыта. Но лучше все же подниматься, вот если я кому-то рекомендую, рекомендую подниматься по маршруту мочами, виски-рут. Во-первых, по каким причинам мы это делаем? По логистическим причинам, что здесь добраться до начала маршрута, вы можете за полчаса приехать и сразу вышли на маршрут. Дальше. Здесь классическая акклиматизация, как происходит. Сначала вы должны набрать километр по высоте, потом спуститься на 500 метров и заночевать. То есть каждый раз, получается, набрали километр, спустились на 500 метров, заночевали, набрали километр, и такая получается пила. Это такая классическая акклиматизация. Здесь такой получается, что классической акклиматизации нет. Получается, что вы все время как бы набираете высоту. И в чем секрет акклиматизации на Килиманджаро? В том, что вы должны подниматься как можно медленно. Местные говорят, наши гиды на суахили, идите поле-поле, это секрет. Идите медленно, чтобы организм успел перестроиться. И вот здесь по мочами есть кусочки маршрутов, когда вы именно все-таки набираете высоту, а потом спускаете и ночуете на более низких высотах. То есть здесь маршрут максимально приближен к классической акклиматизации мочами. Потом здесь получается тоже есть же версия 7 дней по нему идти и 6 дней по мочами. Вот этот маршрут. То есть первая ночь у нас. Приезжаете, ночуете на верхней границе леса. Вторая ночевка. Потом поднимаетесь через Лава Тауэр. 4600 уже получается на третий день. И ночуете третью ночь вот баранка. Когда читаете описание, описание, когда читаешь, мне очень внимательно смотришь, как правило, перепады высот, там дистанцию. Первый день набрал километры. Да, много, тяжелый день. Второй километр. А третий день читаешь, описание написано, что вот там начало вроде бы 3,800, а переходишь 3,900. Там 100 метров, да, вообще ерунда какая-то. А то, что там внутри сначала ты дошел до 4,600, там ты там побыл, акклиматизировался, потом спустился. Это уже не все читают из описания. Этот нюанс, который тоже нужно обращать внимание. Дальше. Версия есть мочами шестидневная и семидневная. Шестидневная версия отличается от семидневной тем, что вот этот день, который вот Каранга, такая лагерь, и Барафу два дня проходят за один. То есть получается, что ты прошел, вот здесь вот два дня за один, здесь лагерь штурмовой, ты пришел в лагерь поздно вечером, уже часов 6, а на горы тебе выходить штурмовать уже нужно там в 12 часов, через 6 часов. То есть просто ты устал, ты не успел восстановиться, времени на акклиматизацию меньше, чем там по другой версии этой мочами, и ты выходишь устал и не выспавшийся, и вероятность того, что ты взойдешь на гору, она получается меньше. Тебе же хочется не просто там походить, а хочется именно взойти. И оно каждый день на горе, он стоит там порядка 300 долларов, поэтому смотришь, ну какая-то, вроде бы мочами то же самое, но дешевле, пойду я по ней. А то, что этого дня самого главного может не хватить, уже не каждый может осмыслить, когда ты заранее читаешь информацию. Только там на горе ты поймешь, что тебе этого дня не хватает. Вот, основные нюансы. Еще по разнице маршрута. Очень важно понять, где ты выходишь на край кратера. На край кратера ты выходишь, если ты идешь по Морангу, такая точка называется Гилмундспойт, вот она. Ты вышел на край кратера, устал, когда, кажется, видишь край, тебе кажется, это все, это вершина, ты поднимаешься, потом ты понимаешь, что еще по самому кратеру тебе нужно идти довольно длительное время. И многие люди теряют энтузиазм, расстраиваются, то есть нужно быть к этому готовыми. Вот если ты идешь по Мочами, тебе по краю кратера идти два километра. Два километра эти, ты можешь идти три часа. То есть там шаг-остановка, другая остановка, это самые сложные моменты на высоте. Если ты идешь по маршрутам, вот по этому Мочами, то ты выходишь уже, точка, которая называется Стелла, и она находится уже в километре. То есть до самой высокой точки тебя остается уже идти непосредственно час, кому-то там минут сорок, два раза меньше. Это вот самые сложные моменты. То есть получается, что штурмовой день из этого лагеря легче, чем если ты идешь вот по этому маршруту с домиками. Это тоже такой большой нюанс. И теперь вкратце расскажу о маршруте Люмоша. Вот он его называет Западный Траверс. И в последние годы его стали как-то больше рекламировать. То есть его предлагают, хотя я считаю, что это может быть больше такой рекламный ход, что основные маршруты все равно это вот Морангу и Мочами. А Люмоша стали говорить, что вот там он самый красивый, самый менее используемый, редко посещаемый маршрут. Но если посмотреть, Мочами и Люмоши, они отличаются только первыми двумя днями маршрута. То есть либо поднимаешься здесь, либо идешь в западной стороне. Потом, начиная с этого места, они полностью совпадают. Там же ты выходишь на край кратера и спускаешься, что там уже по спусковым маршрутам века. А Люмоша, во-первых, до него ехать вот так вот надо из города, где ночуют, там приезжают, ночуют в отеле. Тебе ехать 3-4 часа по однообразной дороге, просто тебя утомляет эта логистика, однообразная езда. Потом он длинный, он длиннее. И получается, что нужно сделать, что либо тебе нужно идти на горе не 7 дней, а 8. Причем первый день он идет довольно на низких таких высотах. Для акклиматизации он особо не значит. А лишний день, когда человек идет, тоже с одной стороны интересно, с другой стороны, ты начинаешь уже уставать и хочется побыстрее дойти. То есть для акклиматизации он особо не нужен, этот день лишний. Но день добавляется, и стоимость увеличивается, и время. Как правило, у нас там время, деньги, да, все мы это оцениваем. Что делают, чтобы сократить? Бывает, что делают высотную заброску и довозят до лагеря 3-500, на высоту 3-500. Но получается, что ты не сам поднимаешься, вот не своими ногами, а медленно идешь, акклиматизируешься, сразу резко на джипе тебя довезли, и сразу ночевка получается 3-500. Это получается 7-дневная версия лимоши. Такая тоже есть, ее тоже предлагают. Но что больше всего меня расстраивает, 6-дневная версия лимоши. То есть сначала на джипе довозят 3-500, потом еще люди в этот же день набирают 400 метров по высоте, и получают, что ты приехал, и твоя первая ночевка на 3-900 почти 4 тысячи метров. То есть мало того, что ты просто, во-первых, далеко ехать устаешь, потом тебя сразу резко до 3-500 довозят на джипе, то есть не каждый человек, мне кажется, это вынести, особенно если ты первый раз на высоте, вообще неизвестно, как по ним идет организм. И потом ты должен еще набрать 400 метров, и первую ночь на 4 тысяч. Ну, как бы я не знаю, кто готов на это подписаться, но люди подписываются, идут, потому что, кажется, маршрут редкий, красивый, стоит вроде бы подешевле. Вот такие нюансы, они есть, и их нужно понимать. Я вот со своей стороны, вот сколько у нас уже групп поднялось, предлагаю, в принципе, мне кажется, оптимальный маршрут, я даже назвала оптимум, все-таки вот этот мочами 7-дневный. То есть, во-первых, как бы логистика, во-вторых, он такой разнообразный, здесь пейзажи более-менее такие, они однообразные, вверх-вниз идешь по одной тропе, здесь каждый день разные совершенно пейзажи, здесь акклиматизация, которая приближается классически, вот с подъемами, со спусками, там еще будет по пути, еще там посмотрим, покажу фотографии, преодоление препятствия, стена баранка 300 метров, которая сама по себе такой экспириенс, вызов. Здесь все-таки штурмовой день полегче, и спуск по другому маршруту ты видишь много, то есть ты видишь больше, лучше акклиматизируешься, мне кажется, что этот маршрут, на мой взгляд, у всех, конечно, свои, каждый выбирает по себе, что говорится. Это вот просто наглядное изображение того, как мы поднимаемся от леса, такого прям леса, леса каватриальной, с зарослями, с лишайниками, с обезьянками, там можно встретить голубых обезьянок, черно-белые голубые с огромной обезьяной, с длинной шерстью, они когда прыгают, светки на ветку, такая она там летящая, потом ты переходишь выше, это все первый день у нас, потом переходишь выше зароскель гигантского вереска, дальше пошли уже Мурланд, такая зона с местными эндемиками, сенец и килиманджарские, потом там зона уже каменистых россыпей, выше уже непосредственно доходишь с зоной снега и льда, то есть вот пересекаешь все природные зоны, такое путешествие. Каждый день своя природная зона. По снаряжению. Еще раз хочу повторить, что ни в коем случае нельзя недооценивать снаряжение на килиманджаро, нужно готовиться по полной программе и хорошие новости, что если у вас чего-то нету, допустим, да, вот я никогда не был в горах, у меня ничего нету, если там все купить сразу, это нужно еще там год поработать, чтобы позволить себе купить все снаряжение, можно что-то купить, в принципе, там есть прокат и практически все, что есть в списке, можно взять на прокат на месте. Причем можно прислать прямо заранее, что тебе нужно, размер и для тебя специально приготовят мешок именно того, что тебе необходимо. В целом, если, допустим, в горы никогда не ходили, то как там важно одеваться? Важно одеваться в слой капусты. То есть ты берешь разные вещи, там термобелье, флисовую курточку, гортекс, если тебе жарко, что-то там одно снял, что-то одел, то есть ты все время в горах занимаешься тем, так как погода постоянно меняется, ни в коем случае нельзя терпеть, что тебе жарко или там, что тебе холодно. Жарко, значит, надо что-то снять, холодно что-то надеть. Поэтому ты тем и занимаешься, что разделся, там оделся, застегнулся, расстегнулся, но на это нужно обращать внимание, ни в коем случае не терпеть никакой дискомфорт. И нужно иметь с собой все, включая теплую пуховку, варежки и верхонки, вот именно варежки и верхонки. Раньше я говорила, что можете взять там теплые горнолыжные перчатки. В принципе, если тоже хорошая новость, если вы катаетесь на лыжах либо сноуборде, то практически все снаряжение, там флисовые кофты, там термобелье и куртки даже горнолыжные, они могут подойти для восхождения на Килиманджаро. То есть не надо прям все с нуля покупать, но кое-что нужно будет посмотреть. В том числе теплый спальник. Теплый спальник я рекомендую на минус 10 в комфорте, не в экстреме. То есть в комфорте реально написано у людей там минус 38, минус 40. Вроде бы, да, Африка, кажется, как-то вообще там не ассоциируется, тем не менее. На первой ночевке у меня вот в группе говорят, зачем вы мне сказали купить, мне жарко, зачем вы мне сказали купить спальник на минус 40, но зато уже на второй ночевке, господи, спасибо, что вы мне сказали купить такой спальник, я довольна, и чтобы я оделась, у меня не было такого спальника. Вот на полном серьезе нужно лечь, расслабиться, согреться, чтобы вы могли выспаться спокойно в тепле, набраться сил, нужно хорошее снаряжение, в том числе теплый прям спальник. Спальник, причем, тоже можно брать в аренду, раньше я никогда в жизни этого не рекомендовала, но сейчас у нас там очень хорошие партнеры, хороший прокат, в котором, в принципе, нормальное снаряжение, постоянно делаются новые там закупки, в том числе даже я сама там попробую, что там за спальники прокатные, и можно вполне воспользоваться, довериться, что называется. Дальше. Первый вопрос. Конечно, в горах всегда стоит о безопасности, особенно если вы идете на гору первый раз. Что для этого можно сделать? Во-первых, чтобы совсем из привычной обстановки никто не был вырван, делается максимально возможно, чтобы вы находились в комфорте. Если вы идете, например, в палаточном лагере по маршруту мочами, это большие палатки, вот здесь вот там не очень, по-моему, видно, вот сидит, например, молодой человек, это вот такой матрас, который предоставляется, уже такие большие толстые матрасы, на которые вы кладете уже специально шитые, заказные для снаряжения, для экспедиции, на которые вы уже кладете свой спальник. Вам дают там уже теплые грелки положить в спальник, дают фонари, чтобы у вас там был свет. В этих палатках можно встать, стоя, чтобы было удобно собираться. Ставится кухонная палатка, несется с собой прям такая экспедиция-экспедиция, несется кухонная мебель, все, накрываются столы, посуда, и из группы выходит, допустим, если группа, ну, словно пять человек, то с вами идет команда сопровождения, примерно там 25 человек. То есть будет достаточное количество гидов, будет готовить повар, будут официанты, которые там носить эту еду. то есть прям такая получается настоящая экспедиция. Можно заказать, если какие-то у вас особенности в питании, можно заказать свое меню, к которому вы привыкли, чтобы у вас не было шока, если там вегетарианская или какие-то аллергии, то нет проблем, вы просто об этом говорите, и для вас будут там специально готовить там безмолочную диету, безглютеновую и так далее, какие-то продукты. Отслеживается состояние каждого участника, прям заносится в журнал. Уровень кислорода, пульс, ну и там вопросы в целом состоянии, как вы себя чувствуете, сколько баллов из 10 вы себя чувствуете. Если ты говоришь, например, 9, они говорят, почему не 10, почему что не так 9, почему 9. И поэтому в принципе в журнале прям видно динамику, кто как акклиматизируется, какой там был кислород, ты пришел только что, потом поспал ночью, у тебя там все это наладилось, то это все постоянно отслеживается. Да, такие сразу же о безопасности в горах. Обычно вопрос, что будет, если мне будет там плохо, что случится. Ну вот, например, есть вот такие прям там носилочки, где возможно, во-первых, доезжает прям машина сразу, там рейнджеры, нацпарк, хорошо работают, то есть там кому-то плохо, просто сообщил по рации, за тобой прислали вот такую вот машину, пока есть дорога, пока он может подняться. В некоторых маршрутах до 3 800 он доезжает. Если только тропы, то вот такие прям у них носилочки есть, человек прям в спальнике ложится, если, допустим, там, не знаю, уже устал, потерял мотивацию или там что-то с ногой, и за несколько часов буквально портеры бегом встают и очень быстро бегом довозят до того места, где уже может машина везти дальше человека в больницу. И если совсем вдруг там плохо что-то, есть вертолеты, звонишь, и прилетают сразу с доктором, с доктора сразу смотрят, сразу оказывают первую помощь и на вертолете сразу привозят непосредственно в больницу. А то понимать, что вдруг, если что случается, что в этом случае происходит. И самый важный момент еще какой, что это когда ты идешь на гору на восхождение, с группой достаточное количество гидов. То есть, допустим, собирается группа, там разные физические возможности, разные мотивации. Кто-то захотел, например, развернуться, говорит, я там не хочу больше идти, но думаю, как же так, там группа развернется, все развернутся из-за меня. Об этом можно не думать, потому что такое количество гидов, что человек захотел развернуться, он развернется вместе с гидом, это не будет касаться группы в целом вообще никаким образом. Если наоборот случилось так, что все развернулись, а ты хочешь дойти, тоже некоторые думают, как это вот все развернутся, а я буду хотеть дойти. У него будет такая возможность, и каждый, кто захочет дойти, дойдет. То есть здесь фактически на восхождение, на одного восходителя приходится один гид. И по правилам нацпарка, ты не можешь уйти в какую-то там сторону, уйти с тропы, то есть в принципе при каждом человеке фактически стоит гид. Это еще охраняет не только человека, но и нацпарк. То есть ты идешь, там очень много людей, тем не менее реально природа, там все убрано, чист, никакого мусора не валяется. То есть это еще касается в том числе, чтобы защитить сам нацпарк. Это то, что мы с вами уже проговорили, вот мочами, то, что я уже говорила, его почему считают маршрут оптимальным, и собственно, что это логистика удобная, там ты оказываешься из отеля, там через полчаса ты ворот нацпарка, что здесь акклиматизация приближенная, классическая, разнообразный рельеф, выход в Стеллопойнт вместе с наиболее близким к самой высокой точке, и что поднимаемся по разным тропам. И лагеря по сравнению с хижинами. Хижины, там в принципе, да, там устроят еще новые хижины, если мы говорим о маршруте Моранго. Там есть кафельные туалеты даже, там можно пойти умыться, но домики, они сделаны на 4 человек, на 6 в основном. И бывает, когда, допустим, переполнены лагеря, там есть даже отдельные домики, где может быть 10-12 человек в одной комнате. То есть в любом случае, если у вас группа маленькая, тебе предоставляется место, но не целый домик. То есть получается, что ты там раньше встал, то позже ты находишься с другими людьми в одном помещении. Если идти в палаточном маршруту, то здесь по 2 человека в палатке, если есть желание, то можно себе заказать отдельную палатку, и ты находишься именно в своей какой-то зоне. Плюс еще там отдельно тебе ставят кухонную палатку, находишься именно внутри своей группы, в своего лагеря. Это вот уже все то же самое, но уже на рельефе. Сначала кажется вроде схемы-схемы, все не так, а здесь прям вот уже, собственно, вулкан. Вот уже видно, какие ты набираешь. Так-то не очень заметно, когда идешь потихонечку, а вот эти вот высоты уже, и уже здесь все приближено таким к реальному, к реальности. Подъем вот по оранжевой тропе, спуск у нас идет по желтой. Все, теперь мы, собственно, чем мы займемся, мы совершим врутальное восхождение, поэтому маршруты мочами день за днем как будто поднимаемся мы. Первый день, вот что мы делаем, мы прилетели на аэропорт Килиманджаро, Танзания, визу получаем прямо там, в аэропорту. Ну там для этого приходится там постоять в очереди, сначала заплатить, написать быстренько анкетку заполнить. В принципе, можно ее получить заранее, но там нужно еще больше телодвижения, совершить, заполнить много анкет, оплатить и получить электронную визу. Возможно, и то, и то. Я, в принципе, высылаю подготовку Килиманджаро, где все это подробно описываю. Если есть какое-то желание, чтобы я выслала в электронном виде, все это можно там записать, мне ваши контакты, я все это вышлю. Приезжает, вот он аэропорт наш, Килиманджаро Интернешнл Аэропорт. Вышли и приехали. Вот это наш там базовый такой отель, в который мы в основном селим. Отель в деревушке Мочами находится прямо в лесу и в квадриальном подножии Килиманджаро. Причем здесь что удобно, это вот здание, где останавливаются гости. Здесь же находится офис, причем у нас там прямо русский менеджмент, удобно решить все вопросы. Там уже прокат, бассейн, можно взять ключи от калитки, выйти, вот здесь такая вот река горная. И вот он Килиманджаро сам, конечно же. Так его, если находишься в лесу, там всякие обезьянки бегают, черепашки ползают, лемуры ночью приходят. То есть ты уже в Африке, в Африке готовишься. И самого по территории, если ходишь в Килиманджаро, не видно. Но секрет, если поднимешься на крышу, то с крыши хорошую погоду ты уже можешь в первый раз кинуть взор и видеть то, что тебе уже предстоит. Инфобрифинг в этот день. Решают все вопросы, проверяют снаряжение. Если чего-то нет, там же можно будет взять. Вопросы, какие в основном обсуждаются. Какая вода, что я буду пить. В принципе, вода, как обычно, на всех восхождениях берут ее из ручьев, готовят, кипятят. Утро можно наполнить либо питьевую систему, либо термос чаем, кто что там больше любит. Но если есть желание, можно заказать, чтобы вам с собой взяли бутылированную воду и даже на ней готовились. Просто кто-то боится почему-то. Есть какое-то опасение. А Африка, в принципе, это, возможно, стоит 200 долларов. Это стоит не сколько вода, сколько человек, который всю эту воду будет нести, чтобы ее и пить бутылированную, и готовить. Также, если есть желание, то есть там можно любую допсервис взять, можно взять, чтобы с тобой несли рядом биотуалет. Можно взять портативный горячий душ. Можно нанять еще, если ты хочешь много вещей. Обычно вещи должны не превышать твои личные. На каждого человека больше, чем 15 килограмм. Но если ты хочешь больше, или ты хочешь нести какую-то камеру, или что-то еще особенное, можно взять дополнительный портер, который понесет еще твои дополнительные вещи. Мобильная связь. Все время вопрос. Мы уже не можем, не представляем себе жизни фактически без мобильной связи. В отеле Wi-Fi на горе, какую бы ты ни взял местную, не местную симку, связь такая нестабильная, фрагментарный где-то есть, где-то нет. но мобильного интернета, как правило, то есть на него можно не рассчитывать, можно даже не мучиться. Тем более, чтобы купить местную симку, это нужно ехать специально в город. Там по правилам ты заполняешь много документов, потом ты должен ее активировать. Сколько активировать? Это может быть час, может быть день. То есть ты потеряешь все это время, а смысла, собственно, особо нет в этом никакого. Поэтому можно, в принципе, расслабиться уже, не мучиться. Что еще? Новости, как правило, посылаются каждый день, сообщаются гидам, они вонятся в офис, и в офисе мы выкладываем на сайте. У нас как идет группа, если есть возможность, фотографии или после, то есть родственники, друзья, в принципе, могут отслеживать на сайте, что у нас такое сейчас с группой происходит. Это второй день, когда все уже подготовились, лишние вещи, которые не нужны, оставляешь прямо в отеле в багажном отделении. С собой на горы берешь только то, что нужно для восхождения. У нас по мочами, по этому маршруту как раз на Новый год восходил у нас Федор Конихов с своей семьей, и вот такая группа собралась, и как раз мы с их группой поднимемся на Килиманджаро. Собираются, лишние оставляют, вместе с командой садятся и выезжают к воротам нацпарка. Вот это вот ворота нацпарка такое. Там проводят некоторое время. Пока должны все вещи перевешать, портеры должны все там перепаковать. Причем лишние вещи портеров проверяют, лишние вещи восходителей не проверяют, ну не трогают. Там обычно, как правило, такой пикничок небольшой. Собрались, зарегистрировались, записали в журнале и пошли дальше. В этот день предстоит подняться на километр, чуть повыше, и мы идем по экваториальному лесу, потихонечку, потихонечку, потихонечку пошли. Вот такой вот лес, стояночки, много фотографий, и приходим мы в лагерь, вот на верхней границе леса, лагерь мочами уже на трех тысячах. Лагерь такой вот на полянке, вот у нас палатки, кухонная палатка. Причем за каждым человеком-восходителем это вот баулы, где лежат все вещи. Они все пронумерованы, и вам будут прям к палатке, ваша палатка будет приносить прям. Вы пришли, например, уже стоит лагерь, и ваши вещи уже лежат. То есть все происходит таким образом, что все идут просто резачок, небольшой штурмовой, вот такого плана. Там вещи, которые нужны только тебе на день. Фляжка с водой, курточка, крем от загара, фотоаппарат, там перекус. А все вещи, которые не нужны, ты прям отдал, отдаешь утром портеру, и вечером ты пришел, они к тебе в палатку эту принесли. Там спальник и все, что не нужно на время перехода. По снаряжению, по вот как одеваться. Сначала мы идем просто трекинг, и у нас нужно что у нас? Трекинговые штаны удобные, где ничего не трет, не стесняют движения. Желательно, чтобы вся кожа, все места были прикрыты. То есть штаны длинные, футболка с рукавом длинная. Здесь они еще идут по лесу, нормально. Дальше, когда выходит солнце, солнце, открытое пространство. Крем, как бы ты им ни обмазался, хоть умажься кремом, любой степени защиты, он поможет на какое-то время, не на слишком длинное. Поэтому в любом случае панама с широкими полями, бафы, очки от солнца и еще даже в списке снаряжения, может быть, это не написано, тоненькие перчатки, которые не средний слой, полуэртековые, потом теплые, а именно спасают, во-первых, от того, что палки могут натереть, тесемки, а во-вторых, просто чтобы не сгорели руки. Вот реально это оказывается одной из самых важных моментов, таких нюансов. По обуви что у нас? Сначала, так как мы несем тяжести, там просто вот прям дороги, 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 ты едешь с палками очень медленно. Можно идти в трекинговых кроссовках, но кроссовки должны быть именно трекинговые, никакие не спортивные, никакие не беговые, ни кеда, ни что. С мощными мысами, с прорезиненными, потому что если будут спортивные, ты просто собьешь себя о камни ноги, и если будет дождь, на скользком склоне ты не сможешь идти, тебе просто все налипнет. Трекинговые кроссовки, и в них в хорошую погоду в принципе можно дойти фактически весь трекинг до штурмового лагеря. То есть ботинки тебе могут понадобиться только на штурм, если в хорошую погоду, только фактически на ночь восхождения, потому что лучше, конечно, сохранять ботинки сухими, чтобы в штурм, в холод уже, как говорится, на самый основной день сохранить их сухими. Еще такой момент, который, может быть, я не должна говорить, не знаю, в чем ходят местные гиды, вообще даже наши гиды. Если вдруг так попало, что вот дожди, 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 погода так себе, то есть ты идешь, грязь под ногами, и ботинки, какие бы они ни были, как бы они ни были пропитаны, они уже просто реально промокнут, а нам нужны сухие ботинки. Поэтому вот гид мне говорит, и местные гиды ходят, я не должна вам это говорить, но я скажу, они ходят в резиновых сапогах прям, и мне вот наш гид, который опытный, говорит, вы как хотите, я просто попал, так теперь я беру с собой вот резиновые сапоги. Вот когда вот реально просто, это не профессионально может быть, но это простенько, но там со вкусом, или без вкуса. Гиды местные ходят в резиновых сапожках и с зонтом такой вот. Они там, дождь вышел, прошел, раз убрали, пошли дальше. То есть, в принципе, есть такой вот секретик, в чем ходят местные гиды. Такой лайфхак. Лагерь. Так вот выглядит на закате. Дальше у нас что? Дальше мы идем уже. Встали, собрались, лес закончился, пошли уже такие заросли, гигантские вереска, и вот так выглядит тропа. То есть, всегда по тропе кто-нибудь идет. Либо это портеры, либо это восходители, причем восходители, если идут портеры, там пропускают их вперед с грузом. И это уже второй день фактически идет вот через такие вот ландшафты. Уже открываются виды, и ты поднимаешься уже выше облаков. Первый день, как правило, ты находишься на уровне облаков. Бывает даже так, что ты идешь по лесу, прямо входишь в облаках, кажется, туман, дождь какой-то, и внизу там, на самом деле, там погода плохая. Ты поднялся выше там какого-то, там, не знаю, 2 200, облака остались внизу, там идет дождь, ты уже все, вышел вообще в другой мир. Солнце светит, жарко, и ты даже не можешь представить, как это возможно, что там сейчас дожди пасмурные, все, небо затянуто. Все, ты поднялся выше, ты идешь дальше, уже в другом мире. Это вот группа примерно уже, еще поднялась, еще повыше, и дошла уже до лагеря, до следующего, швырка. Это вторая ночевка, уже ближе к 4. В первую ночь обычно все спят хорошо, прекрасно, во вторую ночь уже как-то у кого-то начинаются там головные боли, какие-то там бессонницы, какие-то уже проявления горной болезни первое. Идем дальше. Переходим еще выше. Это вот тот день, о котором я говорила, что лагерь Шира 3,800, лагерь, в который должны прийти, там 3,900, вроде бы 100 метров, но тем не менее. И вот здесь уже стоят, здесь уже могут возникнуть такие нюансы, и у кому-то уже может быть прям горная болезнь проявиться сильнее именно в этот день, именно на Лава Тауэр. Кажется, что вот уже тяжело, как я пойду дальше, но обычно проводят время, отдыхают, акклиматизируются, спускаются вниз и после ночи чувствуют себя уже лучше. Это вот та самая Лава Тауэр. Вулкан Килиманджаро – это вулкан, там есть такие потоки Лавы разного возраста. Это такой останец Лавы в виде башни, так он, собственно, и называется. Здесь пришли, группа пришла, портеры пришли вперед, поставили палатки, чтобы можно было отдохнуть, там пообедаете, и какое-то время, там час-два приведете, чтобы именно привыкнуть к высоте, акклиматизироваться, на ней побыть, почувствовать высоту. После этого уже спускаетесь и приходите в лагерь Баранка. То есть вот с этого места примерно, там будет еще фотография, вот так спускается, и лагерь на более низкой высоте. Вот. И на следующий день предстоит подняться по этой стене Баранка. Ничего страшного, гиды так готовят с одной стороны, то есть ничего страшного нету, там никаких скалолазных маршрутов, там связок, просто ты идешь, просто ты идешь, кое-где ты должен придерживаться рукой оскалу, одно место есть такое, как скала поцелуев, чтобы пройти по этой тропе, тебе нужно прижаться к скале, вот так вот, и все тебя футболк фотографирует, получается, ты как будто к скале к этой прижимаешься, так и называют кисрок. Но есть секреты, конечно же, есть нюансы, как и везде, а они какие? Что все этот огромный лагерь, непонятно сколько человек, там тысяча, может быть, в один день, что все они выйдут на эту тропу, и здесь никто никого не может обогнать. Допустим, если кто-то, ну, бывает мало ли что, идет очень медленно, или бывают женщины редкие, но женщины там, или там, не знаю, боятся переступить, там через камешек, получается, что там какой-то затор, много времени, получается, что ты просто стоишь на одном месте, где там приходится балансировать, не балансировать, устаешь, и как бы, ну, там начинаешь нервничать, то есть идея такая, не попасть в затор. Чтобы не попасть в затор, нужно понимать, когда выходить. Либо это рано утром, но обычно хочется как-то позавтракать, спокойно, никуда не торопиться, тем более следующий день он довольно короткий, то есть он больше для акклиматизации, тебе особо торопиться некуда. Либо, в чем, собственно, секрет, и как мы предпочитаем делать, спокойно позавтракали, спокойно, без спешки собрались, все ушли, ты уже увидел, там, как посмотрел, как там все ушли, видишь, там все как бы, там такая получается, что чуть ли не толпа, она уходит, и спокойно все, склон освободился, ты собрался и потихонечку идешь уже в своем режиме, со своей скоростью, можешь там останавливаться на фотографии, тебя никто не торопит, не дышит в затылок. То есть здесь такой нюанс, что, в принципе, нужно выйти либо до, либо самое такое комфортное и простое выйти, тогда, когда уже все ушли, уже просто идти в своем темпе, в своем режиме дальше. Вот фрагмент этой скалы и вот фрагмент, собственно, камня, вот этот, о котором я и говорила, то есть здесь надо прижаться и пройти. Ничего страшного, просто нужно вот пройти. Естественно, рядом стоят там гиды, помощники гидов, которые помогают. Ну, такой экспириенс тоже, который запоминаешь. Пришли в следующий лагерь, хорошая погода, уже там все просто проводят время, отдыхают, расстояние небольшое, порядка 4 километра в этот день перейти. То есть ты приходишь довольно рано и еще в каждом, в каждом дне, я не сказала еще, когда ты приходишь в лагерь, пока там готовят там ужин, что-то еще, там положил, делают такие еще выходы акклиматизационные. То есть ты пришел в лагерь и дальше прогуливаешься там выше, там по склону, по следующему маршруту, там высоту набрал, прогулялся, спустился, и после этого ты уже только там ночуешь. Еще раз еще, чтобы лучше акклиматизироваться. Такие выходы акклиматизационные. Перед каждой ночевкой. Дальше. Это у нас уже переход из Каранги в Барафу, и Барафа является уже штурмовым лагерем. Расстояние небольшое. За это время ты не успеваешь устать, потихонечку идешь. Можно пройти фактически там за 2 часа, преодолеть расстояние. Вот здесь вот примерно находится лагерь Каранги, вот по такой тропе-тропе, но уже зона таких каменистых россыпей, растительности нету. Ты по ней идешь, 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 и вот она тропа, выходишь на склон, и вот здесь вот примерно находится лагерь. Вот на этой терраске штурмовой лагерь. Часа в 2 ты уже там, самое позднее, чтобы уже отдохнуть и подготовиться к выходу на штурм. Вот он, Барафа Кэмп, регистрируешься в домике рейнджеров. Каждый раз, когда ты приходишь в лагерь, ты регистрируешься в журнале, пишешь там гражданство, фамилию, кто гид и так далее. В каждом журнале записываешься. Вот этот лагерь с другого ракурса. Это вот наши палатки стоят, вот наш лагерь такой, вот наши палатки, и вот этот кухонная палатка. Здесь группа выходит как раз на такой выход акклематизона. То есть пришли рано, чуть-чуть поднялись вот сюда, поднимаются, спускаются, потом все уже ложатся и готовятся к штурму. Гид рассказывает стратегию, как там, что одеть, как выйти, во сколько. Бывает там большая группа разделяется по силам. Кто-то, может быть, выходит пораньше, кто-то попозже. То есть все это обсуждается, назначается время, и все. Теперь уже самый такой ответственный день. Собственно, к чему мы шли все это время. Вот он. Обычно фотографий штурма самого не слишком много, или как они себя представляют. То есть ночь, звезды, или нет звезд, и такая вереница огней, уходящая далеко, так по склону, так они далеко, так уходят. И такой идешь, и думаешь, боже мой, так зато видно, куда идти. То есть кто-то там может доспать по дороге, кто-то там еще. Потихонечку, потихонечку идешь. Где-то, как правило, в 12 часов, в 11 подъем, в 12 в час выход, и в 6.30, по идее, оказываются на краю кратера. Это вот он и есть, вот он, край кратера. И дальше по нему уже доходишь часов в 8-9 на вершине, и потом идешь в обратном направлении. Вот так вот потихонечку. Там ничего сложного, просто тропа. Она может быть вообще полностью без снега, в зависимости от погоды. Может быть, припорошена свежим снегом. Проложена тропа, и по ней идут люди вот так шаг за шагом. Но уже эти шаги последние, конечно, они самые такие серьезные, и нужно настраиваться. Это еще не вершина. Это вот то, что я вам говорила. Вот она, Стелла Пойнт, край кратера. Причем не самый дальний от пика Ухура. Вот, если посмотреть, вот ты вышел на край, набрался сил, перекусил, там уже разделся, если вышло солнце, ты уже там снимаешь лишнюю одежду, тебе жарко, мажешься кремом. И вот дальше, 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 дальше. Вот здесь вот еще я пыталась фотографию изобразить. То есть вот ты вышел, кажется, ты поднялся. Но нет, тебе нужно еще подняться, спуститься, подняться. И вот эта точка, она фактически находится где-то еще, ну не половина, треть кратера пройти тебе нужно. Вот она самая высшая точка. А это уже внутренняя часть кратера. А здесь виды, которые тебе открываются на рассвете, примерно так. Вершина вокруг, там вокруг смотришь вершины, вот эта вот Мавензи, ты прям смотришь, как ты находишься. Сначала она вот над тобой, потом ты находишься с ней вровень, потом раз, оказывается, что ты уже выше этой вершины, хотя она сама, вот эта вот вершина, около пяти тысяч. Ну вот и оказывается, что ты выше. Вот это все про край кратер, еще раз настрой, еще раз показать, где Марангу, где Мачами. Вот видите, вот люди стоят, и вот эта вот Стелла, которая была в фотографии. И вот нужно, вот они идут, 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 и вот это снято примерно с высшей точки, где я стою. А вот здесь примерно Гилман Спойт, которые люди поднимаются по Марангу, маршруту с домиками. Вот они поднялись, и им еще нужно подняться, опуститься, вот это вот дойти еще вот. Доходят только вот до Стеллы, вот еще люди идут с этого Марангу, и потом только сюда. То есть нужно это знать, нужно к этому быть готовыми и запастись терпением, чтобы вот настроить, чтобы хватило сил дойти до самой вершины. Пик Ухуру — это пик свободы, но Суахиль я уже говорила. И причем каждый лагерь, каждый лагерь имеет также перевод Суахиль. Например, Барафу — это снежный лагерь, то есть каждое название имеет свое значение. Не просто какой-то там набор слов. Снега Килиманджаро, о которых мы все слышали, их уже практически, когда читали Хемингуэя, он пишет, огромные снега, сверкающие вершины, снега остались, но совсем немножечко западу ледничок, который с каждым годом тает, 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 тает. То есть ты видишь, приходишь, поднялся на Килиманджаро, через год поднялся еще раз, ты видишь, что их становится все меньше, и скоро останется только в каких-то описаниях, на фотографиях. Есть такой проект, да, мы живем в период межледников, и все ледники отступают, в том числе Килиманджаро не является исключением. Такой проект есть сделать в музее Килиманджаро, самые интересные вещи там разместить. В том числе есть такая идея вырезать кусочек льда, спустить на вертолете и положить его в холодильник, чтобы хотя бы осталось потом хоть что-то, чтобы все смотрели и говорили, что это вот снега Килиманджаро. Поэтому если хочется застать, то нужно в ближайшие там, не знаю, 10 хотя бы лет запланировать. Все. Это вот вершина. Группы, все довольны, счастливы, иногда выстраивается очередь, чтобы сфотографироваться, много восходителей, кто там что несет, там разное, с чем фотографиями, с пожеланием дня рождения, привет любимым девушкам, с флагами. Это вот вершина. Но еще раз хочу сказать, что все не супер так вот как бы радостно, оптимистично, хотя это в любом случае радостно, оптимистично. Ты стоишь на самой высокой вершине Африки, смотришь, и все, что вокруг, все при все, вся Африка, ты выше всех. Царь говорит, ты понимаешь, боже мой, это не может быть правды. То есть вот все, ты понимаешь, что вот весь континент и все, что на нем находится, ниже тебя, ты прям такой, не знаю, прям такой вздохнул, и вот не знаю, как будто там не на своем месте, ты так вздохнул, и уже понимаешь, что уже пора спускаться. Но я все не к тому, не к тому иуду, а к тому, что вот, посмотрите, я думаю, на эту фотографию, да, здесь обычно что, супер раздужные фотографии, и поэтому остается впечатление, что все довольно счастливы. Хотя погода может быть и такой. Причем такой она даже может быть и в тот сезон, который считается идеальным, самый лучший. Февраль, например, сколько лет назад, не помню, два или три, февраль, месяц самый лучший, идеальный для восхождения. Муссон пришел, обычно Муссон приходит в конце марта, он пришел в конце февраля. На месяц раньше никто такого не ожидал. В принципе, Муссон принес вот эти вот осадки, какие-то нереальные количества, все это выпало, и причем снега было столько, что даже уже средние лагеря стояли в снегу, места этого не видели, они не видели снега. Они говорят, что это такое, столько снега, наши там восходители хотя бы в теплой одежде там зашли, но было там некомфортно. Во-первых, идти по снегу, приходилось торопить, ну, прям вот торопить по пояс снегу, если для Эльбруса это нормально, для Климанджаро это вообще нонсенс, то есть просто нонсенс был. Допустим, наши восходители все в теплом снаряжении, там в пуховиках, в гортексах, в теплые спальники, там зашли, ну, как бы, да, было, там, не знаю, преодолели препятствия, преодолели. Первый раз в жизни заговорили о том, что у них Климанджаро там вот, ну, это кошки потребовались, там потом все это пыталась ставить полгода, кое-где заледенело, и кое-где даже там требовались кошки, даже мы говорим, вот надо же новости, на Климанджаро теперь требуется кошка, но это же все прошло, сейчас этого ничего не надо. Но были случаи даже, допустим, вот портеры, каких-то компаний, которые так не так внимательно относятся к персоналу, не знаю, несколько человек там погибло от гипотермии, просто замерзли. После этого, ну, портеры, как бы не восходители, а вот местные ребята, после этого были изменены правила нацпарка, что даже уже проверять все снаряжение, уже относиться по-другому именно к команде, то есть были после этого изменены правила нацпарка. Я к чему? Что снаряжение должно быть все при все, которое есть в списке, теплое, несколько там пар лучше взять запасное термобелье, носки, варежки и верхонки, гамаши, ботинки должны быть теплые, они не двуслойные, как на Эльбрусе, но хорошие трекинговые ботинки, теплые, нормального размера, чтобы влез туда толстый носок. Все это должно быть. Возможно, вот гамаши тоже удобно, они от снега и от пыли, в том числе и для тепла. Бывает так, что, допустим, такая погода идеальная, там не понадобился пуховик, может такое быть, либо там кому-то не потребовались гамаши, то есть вот список снаряжения пишешь и говоришь, возьмите все, пожалуйста, с собой. Сходил в хороший человек год и говорил, а зачем вы мне сказали взять там это, оно там было не нужно. Я говорю, вам повезло, то есть просто вам было не нужно в этот раз, но могла бы возникнуть совершенно другая ситуация и уже просто возникли бы проблемы, если бы у вас этого снаряжения не было. Ну, то есть прямо все по списку. То же самое, что касается страховки бывает. Обязательно в любые горы, Килиманджаре, какие-либо еще, у вас должна быть страховка, которая учитывает альпинистские риски. То есть если вдруг что-то случается, надо знать как бы план, что мы делаем, если что-то случается. Мне говорят там, а вот я столько оформлял там 10 раз, и она мне не нужна, зачем я буду ее оформлять. Я говорю, это идеальный случай. То есть какие у нас бывают случаи? Идеальный случай, если вы оформили страховку, она не пригодилась, это идеальный случай. Случай похуже, если вы оформили страховку, и она вам пригодилась. И самый случай, скажем так, совсем уже никуда не годится, Если вы не оформили страховку, и она вам пригодилась. И, как правило, только ты не оформишь страховку, тебе наступает случай. Поэтому лучше, пускай, будет идеальный случай, когда у тебя все есть, и ты этим не пользуешься. Я говорю, вы же не хотели бы, что заболели, вам пришлось пользоваться страховкой. Зачем вам это нужно? Слава богу, что она вам не понадобилась. То есть всегда должна быть страховка. То же самое снаряжение. Несут портеры. Пусть будут лучше запасные вещи. Они вам не пригодятся, чем если вы пошли, из-за того, что вам чего-то не хватило, вы не взошли. Такая вот у меня идея, которую пытаюсь донести. Это что у нас? Это спуск. Все взошли, кто как, все по-разному, кто быстрее, кто полегче, кто потяжелее, кто не верил. Некоторые люди первый раз идут. Я не понимаю, почему это происходит со мной. Это какая-то другая реальность. Почему я здесь? Как я на это подписался? Ты такой, почему я в свой отпуск здесь нахожусь? Я сам за свои деньги вот это все терпеть. Но как только ты доходишь до вершины, ты до нее дошел, естественно, настроение и вообще восприятие всего резко меняется. А когда ты спустился, то ты уже вообще чувствуешь себя героем и понимаешь, что да, все вот эти вот мучения, лишения стоили того. Вот здесь вот фотография с края кратера спуск. Спуск вот такой вот, цепуха. Если вверх там идут все обычно вот так вот потихонечку, по шажочку, по шажочку с серпантинчиком, траверсом, здесь просто уже вниз на пяточках, поэтому нужны, собственно, и гамаши, в том числе для того, чтобы просто камни не сыпались в ботинки, чтобы там не быть совсем уж там в пыли. Вот спускаешься, спускаешься. Вроде бы спускаться ниже, но все уже устали, и спуск может занимать там довольно такое длительное время. Вот возвращаются в базовый лагерь, но там не ночуют, чтобы лишний раз не как бы на высоте не спать. Там собрали вещи, переоделись, попили чайку, перекусили, и дальше вниз уже вот туда, 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 вниз уже фактически до верхней зоны леса, то есть до 3 800. То есть поднялись мы до 5 800, и вот каждый день должны будем спуститься до 3 800. Такой долгий ходовой день, но он такой, день такой. А вот здесь вот видно тот маршрут, собственно, марангу с домиками, о котором мы говорили вначале. Видите, там практически он такой ровный-ровный. Когда смотришь на фотографии вот этого там пространства, кажется, что она вообще как будто нету какого-то превышения. Просто как будто ровное пространство, такие просторы, просторы. Но тем не менее в день ты набираешь по тысяче километров. Даже самое непонятное, как это происходит. И вот здесь вот ты выходишь туда, то, что я говорила, и вот так вот по конусу уже приходишь к Пикухору. Это вот наш Мавензи, вулкан, который сопровождает во время штурма. Вот все время ты идешь и по нему оцениваешь, сколько еще осталось мне. Как я правило, сколько осталось? Мне далеко. На Мавензи посмотришь, можешь понять. Ты вот здесь, вот или здесь, или ты уже выше. То есть прям по нему уже понятно становится, на какой высоте ты находишься. Это лагерь Миллениум после спуска. Там шикарные виды на гору, на Килиманджаро. Пытается фотографироваться вся команда. Если там, допустим, команде человек 20, то вместе с командой местных ты уже не ущаешься в кадр, потому что местных будет человек 100. Все довольны, счастливы. Местные поют песни, поздравляют, прощаются там с командой уже все. Вот такое уже настроение. Радостное. Танцуют и поют, причем уже вместе. Они спускаются на следующий день, переночевали в этом Миллениуме. Идут уже по лесу. Опять же, вот они, колобусы, эндемики килиманджарские, черно-белые колобусы. Такие небольшие обезьяны, крупные, очень, конечно, красивые. Вышли уже все, бон-вояж. Фотографировались. Садимся. И все, приезжаем в отель, в цивилизацию. Горячая вода, ресторан, душ. Раньше как-то не понимал, там не оценивал. После восхождения просто помыться в душе горячей водой кажется уже каким-то безумным, чем-то блаженством, чем-то невероятным, волшебным. Но спускаемся не просто так. Естественно, после каждого восхождения дается сертификат о восхождении от национального парка. Причем даже там есть у них тоже золотая медаль, серебряная, бронзовая. Злота, если ты взошел прямо на пику хуру, если ты взошел на край кратера, это считается уже тоже фактом восхождения. Вот серебряная – это Gilman's Point и бронзовая Stella Point, то есть даются сертификаты. И самое интересное, вот к 7 вершин клуб такие медальками награждает и сертификаты. Причем за каждые 7 вершин, если ты восходишь, каждый собирает такую коллекцию медалей Килиманджаро нарисовано. Дальше. Все, мы сходили на Килиманджаро. Чем хороша вообще Танзания и все остальное? Вот мы сходили, мы потрудились, мы совершили подвиг, а потом есть, собственно, куда поехать. Можно полететь на Занзибар и окунуться в горячий океан. Можно поехать к Масаем, можно поехать в нацпарки, там тоже очень шикарные нацпарки. Можно попасть в Великую Миграцию. Нацпарк, там такой есть Нгора-Нгора, это кратер вулкана, разрушенный, древний, и сам нацпарк находится прямо внутри этой кальдеры. То есть вы поднимаетесь на джипах, переезжаете через край кратера, спускаетесь, там все животные перемешаны. Причем и хищники, зебры, буйволы, львы, и птицы, бородавочники, все там, то есть им деваться некуда, они там находятся в таком затерянном мире, в своем мире. Племена можно посетить. То есть, собственно, есть чем заняться, как продлить путешествие, тогда оно становится уже таким идеальным, когда ты уже поднялся на гору, съездил на сафари, а потом вдохнул на океане. Что еще хочу сказать? На Калиманжаро ходит много людей, это правда. Но можно не просто взойти, а сделать свое восхождение уникальным, как, собственно, делают многие люди. Я хочу как-то сделать по-другому, как-то отличиться. Например, у нас Валерий Розов, но он прыгал не только с Калиманжаро, но с разных вершин, он хотел делать 7 вершин, хотел прыгнуть также с 7 вершин с мира. Вот Калиманжаро мы ему организовывали прыжок, причем очень долго делали экспедицию, готовили не с первого раза, потому что по правилам нацпарка прыжки вообще запрещены были. Сначала мы хотели сделать неофициально, он пошел с местными, он уже там подыскивал себе место, но вышла местная команда, встали на колени, говорит, умоляю, пожалуйста, не прыгай, если ты прыгнешь, там нас выгонят, вообще там лишат работы, всего мы не сможем. Я говорю, ну не могу в такой обстановке. Мы работали очень много, и в итоге добились того, что нацпарк специальное разрешение сделал такой пункт, что можно прыгать бейджампом, заниматься прыгать с Калиманжаро. Теперь это стало официальным. Нацпарк выпустил календарь, где находится именно Валера Розов. Это вот как раз он здесь летит. Потом дальше, например, Ангелина Воробьева, 86 лет, она взошла, с рекорд Гиннеса, что, пожалуйста, welcome на Калиманжаро. Причем по правилам нацпарка разрешено восходить детям с 10 лет. Я считаю, это как-то слишком маловато, хотя бы, чтобы было 12, но они считают, что, пожалуйста, с 10 лет приезжайте, мы разрешаем вам, нет проблем. Были такие восходители, Геннадий Пузанкевич, который взошел из Белоруссии, восходитель, ему, не могу сказать, сколько лет, но между 50 и 60, он зашел на Калиманжаро босиком. Ну, просто босиком, в тапчик, он все время ходит босиком, и на Калиманжаро тоже говорит, я хочу туда взойти босиком, но кто запретит, пожалуйста. Еще у меня были такие запросы, поднимите мне лестницу. Я говорю, мы поднимем, нет проблем, зачем? А я хочу подняться выше вершины, на 2 метра, чтобы было там. Я хочу подняться выше всех еще, не только как все поднимаются, а чтобы подняться еще выше Калиманжаро. Я говорю, ну, можно и лестницу занести. Почему нет там? Где-то на велосипедах поднимались, спускались. Ну, поднимали велосипеды-портеры, они там немножко съехали, но проект такой был, много фотографий, интересно. Крылья Калиманжаро — это параглайдеры со всего мира, их около 100 человек, они совершают восхождение, потом прыгают на парапланах, тоже с края кратера, там дальше будут фотографии. Соответственно, у каждого есть опция придумать что-то свое и сделать свое восхождение уникальным. Это вот более подробно Ангелина Воробьева на вершине. Это вот Геннадий Пузанкевич, вот можно видеть, он идет. Люди идут в ботинках, там могут мерзнуть ноги, там сбивать пальцы. А он, пожалуйста, вот зашел, ничего, нормально. Это вот параглайдеры прыгают с края кратера, летят как раз на этими снежниками. Ну, собственно, что у нас Калиманжаро в целом, если подвести итоги, то можно сделать выводы, что это доступно каждому, как вы поняли. Это надежно, безопасно. Это, насколько я так и не знаю, вижу для себя. Это самое комфортное восхождение из всех вершин, которые, если не сравнивать, может быть, с Северестом, с базовым лагерем, из всех вершин, которые вообще приходят на ум. Можно сделать идеальное путешествие, в принципе, не только восхождение, а вообще. Место для полета фантазии. И вот символ нереализованной мечты. И вот еще раз про Химангуэй, снега Калиманжаро. Насколько я, думаю, прочту книжку, прочла, думаю, это вообще-то не про Калиманжаро, а книга-то в целом. Это просто именно символ мечты человека, как он хотел жить, как сложилась жизнь, как она не сложилась, и как он об этом жалеет. И вот, собственно, я всем желаю, чтобы сложилась жизнь таким образом. Зайдете вы на Калиманжаро, может быть, или на какую-то другую свою вершину, чтобы не о чем было жалеть, чтобы все было так, как должно было. Ну, в общем, я рассказала в целом, что хотела. Если у вас будут какие-то вопросы, то я буду рада на них ответить. Ага, пожалуйста. В принципе, если есть там списки снаряжений, если они нужны, если есть какое-то желание, можно написать контакт. Я могу выслать в электронном виде, в общем-то, всю информацию по подготовке, обо всем. Если есть такая, вот можно, ну, можете написать свои контакты. Если есть желание, я могу выслать, если кому-то интересно. Если нет, то потом можете обратиться, как вариант. Какие-то вопросы? Расскажите, а вы на всех маршрутах? Не на всех. На всех, как бы, вот, все-таки я не то, что прям хожу специально, поэтому сходила по всех. Я больше, как бы, работаю, ну, в компании менеджером. Я отправляю, отправляю группу, формирую. А нас вот гиды, которые ходят, они ходят и поэтому, и поэтому. Я была на двух маршрутах. Ну, просто я как бы со всеми говорила, со всеми, вот, как вы сходили, как вы сходили с людьми, с гидами, какие нюансы, что бы ты хотела изменить. Такая вот, как бы, сборная информация, которая, ну, которую вот я вам рассказывала, такое нечто, вот, какой-то вывод, который я сделала, как лучше. Сама думала, как лучше идти, как лучше, естественно, отправить людей, чтобы, ну, им понравилось, чтобы все взошли. Не на всех. Можете сказать, насколько сложнее или больше, чем на Эльбрус? Вот вопрос такой, который очень часто задают. Здесь, насколько я понимаю, зависит больше от настроя человека. Вот человек, допустим, был на Эльбрусе, там нужны кошки, это более северная вершина, больше снега, ледники, трещины, связки. И человек, вот я был на Эльбрусе, а Кельманжаро, ерунда, я на него там зайду. Как-то вот, если есть несерьезное отношение у тебя к вершине, она тебе по полной программе покажет, что ты неправ. Вот если ты к ней относишься серьезно, как ты переживаешь, что ты готовишься, она пустит, как бы все будет хорошо. Если ты считаешь, что она легкая, какая-то ерунда, и вообще там не стоит, не знаю, какой-то дополнительной подготовки, скорее всего, тебе будет тяжелее. Я тоже спрашивала, которые были люди там и там, где тебе было тяжелее. Кому-то было тяжелее на Эльбрусе, кому-то на Кельманжаро. Но всем, кто ее недооценивал, относился несерьезно, там было однозначно тяжелее. То есть надо к ней относиться очень серьезно. То же самое, вот еще раз про снаряжение, повторюсь, у меня взошел папа в хорошую погоду. Сейчас пришлась в список снаряжения, хочет зайти с сыном. Я говорю, возьмите то, то и то. Я говорю, зачем вы мне говорите это? Я там был, я знаю, как там. Я говорю, ну вы были там в один какой-то вариант погоды, из всех там повезло, не повезло. Как бы, ну, я говорю, то есть я все рассказала, все, что могла, как это могу донести. Потом он сходил с сыном, уже в другие условия. Почему вы меня не предупредили, что там погода изменилась? Или что-то такое. Ну как в горах погода меняется каждые 15 минут вообще? За одно время ты можешь все словить, вообще все. Потом погода на все случаи жизни. Вот от легких каких-то вещей, легких, как прикроешься от солнца, до всего, во что можно одеться, там закрыться и утеплиться. Все случаи жизни надо брать с собой. Какие сезоны нужно ездить лучше? Лучше, вот смотрите, выбирать, можно как вот выбирают у меня люди, случай такой жизни. Февраль месяц вроде бы считается самым лучшим. Они говорят, хорошо, мы хотим пойти в хорошую погоду. Они выбрали время, самое такое, начало февраля, вот самое-самое. Они два года ждали, но в тот февраль они не могли, приехали через два года. Они шли там неделю, и у них всю неделю были ливни. Каждый день ливни, прям ливни, ливни. Они говорят, что такое, килиманджар или дайв-тур? На восхождение идем ли в дайв-тур? Как только они уехали, приезжает следующая группа, у них идеально солнце, все супер, лучшая погода. Поэтому, в принципе, нужно смотреть сезоны, но в итоге выбирать все-таки, когда тебе удобно, и понимать, и опять же готовиться к разному. То есть ты можешь попасть в любую погоду, нужно не брать апрель, нужно не брать конец ноября и не брать начало декабря. Остальное все можно брать, и как бы тут уже, я говорю, что тут больше зависит от твоей личной кармы, чем вот от сезона, то есть ты можешь поехать вроде бы в не сезон, будет идеальная погода, либо, наоборот, выберешь лучше, а все равно попадешь, и каждый день там что-то будет. Ну, готовы, ну, или как люди попали к конец мусона в феврале, это же тоже нонсенс, но тем не менее, группы шли, восходили, но в этих условиях. Поэтому надеяться на лучшее, но быть готовым ко всему прям. Сколько человек в группе и подбирается ли группа по психотипу как-то, по возникству? Ну, по психотипу, как бы, группы 6 человек. Стандартный размер группы, которую мы собираем, гид и 6 человек. Так как вот есть по психотипу, там уже люди уже сами с собой, у нас нет такого, что там проходишь тест, ты там в эту группу, ты там не в эту группу. Как правило, подбираются люди в основном, которые на одной волне, которым интересно друг с другом. Вот если сходили на гору, мы еще делаем чаты внутренние, когда информацию пишем, как подготовиться, или потом уже в группе есть возможность общаться там между собой. И как правило, люди сближаются, сдружаются, что потом ходят уже вместе, уже друг с другом, там давай пойдем туда, строят дальнейшие планы. И прямо у нас прям видно, кто вот начал ходить, как правило, они продолжают ходить дальше вместе, с кем-то еще пересекаются, кто-то был в других группах. И вот люди как-то чуть ли там, не знаю, лучших друзей, семью, потом зовут себе там на Кристина, на дни рождения. И получается, что круг общения, именно даже никакой было у них там до этого, а именно вот с тем, с кем они ходили именно в горы. То есть мы так видим, со всеми, мы сами со всеми просто общаемся, поэтому видим, как люди коммуницируют там между собой. Можете рассказать о структуре, сколько времени нужно на гору, и сколько времени есть на штуку смотреть? Нет, ну структура простая, структура простая, вот на горе получается, что нужно минимум 6 дней, 6 либо 7, 8 много, 5 мало, то есть либо 6, лучше 7 дней на горе именно, потом получается день прилета, день вылета, то есть программа 9 дней, то есть ты прилетел, переночевал, пошел на гору, там допустим 7 дней ты сходил, спустился, переночевал, а потом сафари пару дней хватит, еще плюс, потом ты можешь прилететь на Зензибар, и там уже сколько ты хочешь, ну минимум 3 ночи, мне кажется, хотя бы надо, а дальше кто там больше любит на море, то есть получается, что за 2 недели ты зайдешь на гору и съездишь на сафари, отдохнешь на океане, вот как бы 2 недели отпуска, вот как раз самое такое время идеальное получается. А финансово на что ориентироваться? Смотрите, финансово ориентироваться, вот группы, они тоже разные, у нас тоже есть разные, финансово, у нас программа вот 6 человек с гидом, когда вот весь сервис уже включен, она стоит порядка там 3 тысяч, это именно восхождение. Есть у нас также, когда мы отправляем, бывает, да, у людей там разные финансовые ситуации, можем отправить с местным гидом, танзанийским, англоговорящим, группы сборные, но сервис хороший, за который как бы мы отвечаем, несем ответственность, но мы не посылаем, там группа может быть больше, до 15 человек, и мы не посылаем гида из Москвы, такая программа, она может стоить там в районе там 2 200, вот так вот. Включать перевод? Нет, перевод никогда не включается, потому что все летят по-разному, из разных стран, то есть это именно вот, в аэропорту встретили, в аэропорт проводили, то есть от рапорта до аэропорта, наземно, на билеты? Доллары, доллары, да. Снаряжение там отдельно, да? Снаряжение, да, снаряжение, либо у тебя есть свое, ну, либо там взял у кого-то, либо взял свое, либо ты берешь напрокат, но тоже как бы это отдельно. снаряжение, если брать, допустим, напрокат, а не покупать, грубо там, ну, 300 долларов, грубо, это снаряжение прокат, если брать русского гида, ну, сколько это может быть там, очень грубо, в районе 4 000 долларов, ну, вот так вот. Билет, ну, сколько там, 3 плюс 3 300, билет он стоит в районе 50 тысяч, ну, плюс-минус там, возможно, кто-то находит билет там, fly Dubai, за 35 тысяч мне присылают, то есть мы билеты не покупаем, мне просто люди присылают билеты, чтобы мы знали, когда встречать, когда провожать. Ну, то есть они в среднем, может, 50 тысяч билет стоит, может, 60, то есть там, поменьше тысячи, на Новый год там дороже, если заранее покупаешь, там, какие-то, возможные варианты, поменьше. Питание там, завтрак, обед-ужин, отдельное меню могут сделать, то есть там, допустим, суп делают, салат, второе, с утра там они каши, сосиски, блинчики, борщи, их научили делать борщи, и когда тебе приносят на горе борщ, еще чесночка принесут, то есть их именно под русские группы, как бы, чуть ли там не пельмени иногда лепят, то есть это, конечно, такое вау, делают, делают, их научили, и, конечно, это не тензанинская еда, специально под русские группы, там, приходят шеф-повар, учит местных поваров, как надо готовить, то есть там именно нацеливают, как подносить, там, как готовить, фрукты тебе нарежут, вот так вот все это вынесут, накроют, там, они такие ходят, раздают тебе, кому добавки, то есть они все это готовят, так и все так делают, прям. А с меньшим сервисом бывает, то есть если вы так вот любишь, под хардкору, сам все тащите? Вот, тоже, вот такой вопрос тоже встречается, есть такое тоже, вот люди говорят, что я сейчас спортсмен, я хочу просто взойти, мне не нужна толпа, я просто хочу взойти, и как вот то же самое, соло восхождение Климанджаро. По правилам нацпарка, ты не можешь идти без местной команды сопровождения, с одной стороны, видимо, чтобы им там как-то они все там устроили там на работу, с другой стороны, это все-таки и защищает нацпарк, потому что если ты, нет, а вот ты идешь, нет, местный, нет, то есть, нет, смотрите, это просто я говорю про то, что у нас, там есть какая-то фирма какие-то, да, там, они там, допустим, могут накормить тебя там попкорном, я не знаю, чем-то таким еще, и люди, есть такие люди, которые ходят на горы, берут с собой тушеночку, гречечку, то есть они сами думают про свою еду, на местных не рассчитывают, берут какой-то там совсем там минимальный, такой тоже есть, есть, то есть, я прямо-то говорю, что спортсмены, если вам зайти, если там как бы тебе не нужен гид, который будет там смотреть, то есть ты сам как бы знаешь, ну, то есть сам знаешь, когда выходить, когда что там как, если ты понимаешь, что если тебе не приготовят, то ты сам себе приготовишь там еду, ну, вот просто тебе их надо взять, потому что без них тебя не пустят, без команды, такая есть, ну, программа самая короткая, например, она в районе там 1400 стоит, но это именно для спортсменов, привыкших ходить с рюкзаками, которые сами вот все знают, вот лишь подойти, неважно какой сервис, да, и вот сам на себя рассчитываешь, да, такое вот, то же самое, когда говорят, я совершил соло-восхождение, это означает, что он, а рядом там человек пять шли, просто они в камеру не попадали, это соло-восхождение, ты был просто один восхождитель и плюс команда, что касается соло, есть такие, можно, это тяжелее делать, как бы, но возможно. А такой вопрос, вот когда идешь по теплой зоне, много кровососущих насекомых? Нет. Вообще, насколько там вот такое покушение? Вот да, это как бы страшно, сначала ты же читаешь про малярию, ты читаешь про это все, сначала ты приезжаешь, думаешь, боже, тут прилетел комар, прилетел комар, вот в отеле тоже находятся, в актериальном лесу, в принципе, они прилетают, сначала тебя это беспокоит, но там в отелях, во-первых, есть балдахины. Нет, даже не про болезни, а про вот саму вот этот комфорт, просто меня сжирают все везде. Нет, но в лесу какие-то могут там прилететь, ну там, не то, что там, это не как гнус, когда там летятся, летают, ты не знаешь, куда деваться, как отмахнуться, должен темнокомарники, нет, кто-то идет там в шортах, когда тебе жарко, там с открытыми, пока еще ты в лесу, ну еще в тени, ты можешь там даже там, ну открыть какие-то части тела, там нет такого, что там толп, ну тут и может прилететь один, потому что все-таки это высота, и таких вот именно, не знаю, стай, насекомых, может прилететь, в отеле там бывают какие-то комары, но я сплю, например, с открытыми окнами, и чтобы не беспокоиться, можно взять там раптор, вставить в розетку, и спать уже не думать там об этом, ну то есть это просто чисто психологически сначала страшно, потом ты привыкаешь, ты понимаешь, что никого нет, а на высоте вообще уже после первой ночи, там вообще в принципе уже нет насекомых, то так как будто на паторанах, когда вот это вот так, на паторанах это просто, там же ты не можешь вообще ничего сделать, ты не можешь даже купаться, просто раздеться, ты не успеваешь там поесть через, нет конечно, это никакого сравнения нет с паторанами, даже примерно, нет, нет. На вершине, она может быть ноль на вершине, днем там вообще, как только восходит солнце, уже реально даже на самой вершине становится жарко, то есть ты все пуховики снял, гортек снял, ты можешь быть там в софтшелле, в флисочке в таком плане, ну то есть, и это если вышло солнце во время восхождения, минус 5 может быть там, самый холодный в принципе, как это может быть даже не феврале, а летом, но примерно минус 15, ну нам кажется, это как бы ну ерунда какая-то, но на высоте чувствуется совершенно холод по-другому, в любом случае, то есть начинает мерзнуть, если еще и ветер, то это конечно может быть очень такое испытание, но на высоте в любом случае, там начинают мерзнуть кончики пальцев, там нос, вот эти вот все конечности, поэтому я говорю, горнолыжные перчатки раньше, я думаю, вот нормально, тепло, потом сама пошла, поняла, что нет, даже если варь флис, внутрь горнолыжную, пальцы отдельно, ты не можешь их согреть вместе, только когда надеваешь варежки в рыхландии, тогда ты понимаешь, да, другая степень защиты, по-другому совершенно руки чувствуют, вот их надо брать, даже на Килиманджаро, вот на штурм, хотя таких температур, которые нам кажется, что там минус 5, минус 15 даже, я там дойду в пиджачке, нормально, быстренько добегу, нет, здесь этот вариант не пройдет, то есть прям надо все теплое брать. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»